Так, ключевые слова в шапке профиля. Напишите, пожалуйста, какие, кроме корейских товаров, можно нам написать вот здесь, там, где имя. Если в Edit Profile заходим, настройки, то здесь будет написано имя, но необязательно сюда ставить имя. Вы можете написать то, как у вас будут ключевые слова. Вот Мила пишет, витамины, атоми, косметика, можно написать. Да, просто атоми. Кто-то увидел рекламу, решил сам поисучать, посмотреть вообще, какие аккаунты есть. Кстати, я тоже так сделала, когда только мы узнали об атоме, я зашла и начала искать аккаунты. Вот почему нет, да, человек может искать, кому лучше зарегистрироваться, кто ему ближе по характеру. Бат можно написать хорошо, атоми, ну, Султан. Классная идея, да, именно написать город. Потому что многие, кто мне пишет холодный контакт, они спрашивают, вы в каком городе живете, если у вас кто-то в таком городе. Поэтому для некоторых людей важно, чтобы человек был именно в их городе. Хотя бизнес глобальный можно делать, бизнес в любом месте неизважный, да, в локации. Но иногда людям это важно, чтобы вот так вот оффлайн прийти, поговорить, пощупать, потрогать, да, продукцию. Важно. Поэтому можете написать сюда город, страну. Уход, красота можно написать, атоми, экопродукция, да, здоровье можно написать. Хорошо, ну, отличная идея, спасибо большое. Вот, то есть мы вот эту строчку пишем, что-то из этого, либо свои идеи можете придумать. Так люди с большей вероятностью вас найдут, на вас подпишутся и станут клиентами. Дальше, ну, давайте, раз уж я показываю свой профиль, то и о упаковке профиля поговорим, да. То есть я постоянно меняю свой профиль. Почему? Потому что всегда приходит идея, как сделать его лучше, более цепким, более интересным, таким, чтобы за маленькое количество слов рассказать больше о себе, чтобы сразу, как бы, холодные контакты узнали обо мне чуть больше или о компании чуть больше. Утеплиться, да, сразу уже через вот это вот маленькое окошко. Здесь, как вы знаете, лимитированное количество слов. Нельзя написать всю свою историю. Но в этом-то и прелесть, коротко и ясно о себе. Напишите, пожалуйста, свои идеи, что вы пишете. Вот сюда вот, инфобокс такой. Почему я написала именно вот эти строчки? То есть тоже очень долго продумала все, каждое слово здесь. Поэтому почему теперь я написала их? Пока пишите, пожалуйста, в чате, что вы пишете, как цепляете контакты к себе. То есть от этого описания зависит, останется человек на вашей страничке или нет. Будет он дальше смотреть посты ваши, видео, ролики, сториз. Если ему что-то не понравится, он может просто уйти дальше. Полно других аккаунтов. Поэтому важно к чем-то отличаться, делать какую-то фишку, как-то так интересненько завлечь. Первый ролл мастера в СНГ. То есть мы... Это большое достижение, и я решила его включить. Многие, кто вообще не знает об Атоме, конечно же, они не поймут, что это. Но большинство, да, большее количество подписчиков у нас это отмянцы. И я так думаю, что и впредь будут у нас отмянцы с разных структур, да, подписываться на нас, и они будут знать. И это для них будет тоже большим достижением. То есть свои достижения обязательно пишите. Так, заработали на квартире, это тоже, да, такой показательный момент. Потому что для многих сетевой бизнес, да, это до сих пор ассоциация пирамида, да, что-то плохое, что-то постыдное. Таким предложением я как бы моментально как бы зачеркиваю это, да, говорю, что молодая семья заработали на квартире с собственными усилиями и только работая в этой компании. То есть ничего постыдного в этом нет. Потому что здесь любой человек, независимо от возраста, пола, багажа может зарабатывать. То есть, ну, конечно же, вот тоже подумайте, как это все написать в нескольких предложениях. Дальше, корейский онлайн-магазин, да, то есть то, что онлайн, сейчас все очень актуально, поэтому это слово я решила оставить. Да, именно что корейский. То есть несмотря на то, что у меня название Кореи есть, но еще и на русском как бы написала, чтобы еще лучше было понятно, что это за у нас компания. Рекомендую и зарабатываю. Тоже решила написать, тоже долго думала и переделывала постоянно. Возможно, и дальше буду переписывать. Но пока остановилась на этом варианте, рекомендую и зарабатываю. Ну, меня пока устраивает наш YouTube. Почему? Потому что это обучающий момент. На нашем канале много роликов про нас, про бизнес, про команду. И заходя туда, человек вот просто, возможно, через посты не поймет, да, всю суть. Там у меня маркетинг-плана, например, нету в постах. А там уже это все есть более подробно. И так человек сам обучится, и потом, если ему все понравится, придет зарегистрироваться. Ну, и сайт наш добавила, потому что мы давно его ждали. Мне до сих пор эта радость, что у нас свой сайт есть. Добавила. Подробнее написала и в топ-линг. То есть там уже больше информации. Там и контакты указаны, наш YouTube еще раз. В общем, в топ-линг, я думаю, что вы знаете, что это такое. Так, пока я говорила, пришли сообщения в чате, что вы пишете в инфобоксе. Сохраните свою молодость и красоту вместе с Атоми. Да. Пользуй сама и помогу заказом. Да, тоже важный момент, что вы пользуетесь сами. Но, в принципе, если вы показываете посты, что вы пользуетесь, это уже понятно. Но можете и написать как бы и там в инфобоксе. Активная дама элегантного возраста. Ну, кстати, вот, да, с юмором тоже классно. Так что сразу притягивать, да, или вот так что-то такое интересное написать. Не обычное, да. Здоровье, красота. Вот здесь я бы, да, переделалась. Чего-то не хватает. Здоровье, красота. Непонятно о чем. Вот что-то придумайте, вот, как активная дама элегантного возраста. Больша, аж вообще классно. Так, из постоянного покупателя в бизнес-партнера. Из постоянного покупателя в бизнес-партнера. У меня написано корейская косметика, айбада, это то, мне красота. Я говорю, а про вас, гульмира, нужно что-то. А у меня, кстати, раньше, до, вот, первого мастера в СНГ, у меня было написано, казашка плюс кореец равно юна. Как бы я вот этим коротким предложением, три слова, да, сразу стало понятно, что я казашка, да, муж кореец, у нас дочь есть. Все, за три слова, вот так вот разворачивается информация. То есть попробуйте тоже что-то такое. Но, кстати, Владимиру не очень понравилось это предложение. Но я считаю, что, да, нормально, ничего в этом нет. И зато цепко, зато интересно, да, такое не видишь каждый день. Но у меня не хватает, я бы добавила это опять, но мне не хватает просто места, поэтому я выбрала, пока приоритетнее вот эти предложения. Так, ранг, выездные семинары, бухгалтер, предприниматель. Можно, да, бухгалтер написать. То есть это уже, возможно, те, кто связан, да, тоже с бухучетом, они будут с большей вероятностью на вас подпишутся, потому что что-то, что-то похожее, да, что-то, какая-то точка соприкосновения есть. Потому что многие делают ошибку, что пишут в этом инфобоксе, это все одно и то же. И, ну, как бы очень мало информации из этого выводишь для себя. И, да, я думаю, что каждый из вас может придумать что-то такое интересное про себя рассказать. В двух словах, да. Состав на 80% натуральный. Ну, да, на 80% я бы, наверное, не стала писать. А то кажется, что, ну, не так уж и как бы впечатляюще. Потому что другие компании без проблем пишут, что они 100% натуральные. У нас есть продукция, которая на 100% натуральная. Это, например, спирулина. Вот там ничего нет, кроме спирулина. Почему бы и нет? Значит, вы можете написать 100%. Так, лидирующая компания, южнокорейский бренд. Продукция премиум, люкс-класс. Да. Продукция, вот обычно, да, когда мы начинаем, мы так пишем. Продукция премиум, люкс-класс. Можно придумать что-то еще креативнее. Так, Атоми Хазахша. Улим Жанна Мебекова. Научу строить бизнес Атоми, оформлять покупки со скидкой. Да, можно взойти вот с этой стороны, да, что казахских страничек не так много. И мало кто, включая меня, может красиво рассказать на казахском. Поэтому, да, используйте это как свою фишку. Черноморская сноха. А, мать четырех детей, являюсь представителем интернет-магазина южнокорейских товаров. Классно. Вот, да, это необычно. Сразу впечатляет. Сразу так, сразу узнаешь о вас, да, больше, Мадина. И хоть интересно становится. Так. Можно не писать южнокорейских товаров, да, чтобы сократить себе время просто корейских товаров. Уже и так понятно, о чем речь идет. ОЦ, Атоми Антали, Сатва Лока. Вот ОЦ многим людям не будет понятно, что такое, кто не знаком с Атоми. Поэтому можно этот момент опустить или просто написать центр или офис. Далее. Эйди Меркези. Тут на турецком, да? Вот, это просто как будто вы центр осели, а не человек интересный, на которого хочется подписаться и постоянно там лайкать посты, узнавать больше и больше. То есть мне кажется, что можно добавить про себя что-нибудь на русском или на турецком, смотря какая у вас аудитория. Так, Маргарита, продукция скорее по всему миру, покупай со скидкой и зарабатывай. Ну, Маргарита, она у нас профи в соцсетях. Я думаю, что ты можешь написать ей про себя, да, что ты делаешь классный контент, вот как-то вот это вместить в этот инфобокс. Кто-то пишет, вот у меня там реализуй мечты или как-то. Ну, в общем, поизучайте разные странички от Амиансов, все по-разному пишут и поизучайте, да, чтобы выберите там себе, что вам нравится из этих предложений, что тоже подходит вам. Ну, в общем, подумайте, такое домашнее задание, креативно оформить свой инфобокс. Завтра закрою за срочный кредитный ремонт, и, возможно, шапка профиля поменяется. Хочется понести людей, что реально с тобой можно менять. Да, классно, да. Что закрываю кредиты, да, это очень актуально у многих сейчас кредиты. Так, но вот, кстати, кто не знает, мы на квартиру, здесь сделала пост про нашу квартиру еще в июне, когда мы первый транш только заплатили. То есть я не писала, что мы сделали первый транш за квартиру, потому что это не впечатляет. Я написала, что мы, а, уже сделала пост про то, что мы купили квартиру, потому что, ну, я знала, да, что мы будем получать, продолжать получать выплаты от Ами, и мы ее постепенно выкупим. Ну, для меня это очень важно, когда что-то... Вообще, недвижимость через онлайн-бизнес – это, конечно, большое дело. И ремонт, и кредиты сыграть – всё тоже очень круто. Томми – проводник к успешной жизни каждого. А вот знаете, Инстаграм и личная страница – это же больше как личная. Вы не компания, вы человек, вы личность, вы бизнес-леди, которая привлекает в свою команду, а не просто в компанию. Если вы просто в компанию, то человек пойдёт и ещё поищет себе спонсора. То есть как бы именно вы привлекли человека именно в свою команду? Здесь вопрос. Потому что много разных аккаунтов, у людей огромный выбор, у нас конкуренция, поэтому нужно чем-то отличаться, какая-то фишка, что-то про себя, возможно, да, рассказать то, что не понравится супругу, как в моём случае было, но в разумных пределах, конечно, да, что-то такое интересное, подумать. Так. Пользуйся Томми, будь молодой и желанной. Да, научу, как быть молодой и желанной. Оставаться молодой, да. Так. Бренд, товары прямо из Кореи. Ну, зависит от того, какая у вас страничка. Если вы просто делаете про продукцию, делаете страничку, если у вас есть отдельная страничка, да, где вы про себя пишите, а это чисто как каталог, можно оставить как есть, да, просто про продукцию писать. Но если ваша страничка, а это единственная, как у меня сейчас, да, и вы хотите быть интересными для своих подписчиков, просто быть подписанным на каталог, неинтересно. Интересно быть подписанным на успешного человека, на человека, который начинает с нуля, да, но очень трудолюбив, делает красивый контент, делает пользу какую-то, мотивирует. Вот это интересно. Поэтому подумайте над своим, над упаковкой своего профиля, над контентом своим, и всегда помните, что нам, наша цель, это привлечь, да, аудиторию и сделать так, чтобы она с нами оставалась. И этот слайд был о том, как сделать так, чтобы нас сами находили нужные нам люди. Надеем. Рекомендации на подписку. Ну, это я увидела только, кстати, когда зашла через компьютер в свой Инстаграм, я увидела, что Инстаграм мне предлагает подписаться на следующих людей. То есть эти постоянно, я так понимаю, меняются предложения, да, рекомендации Инстаграма, но это как в Фейсбуке стало. То есть я раньше этого не видела, и кажется, через телефон он мне предлагает так подписаться. Но тоже, да, какие аккаунты Инстаграм вам рекомендует, чтобы подписаться, это аккаунты, на которых подписаны ваши подписки, или те, на которых вы подписаны, и так далее. Дальше. Комментинг. Например, вы подписаны на какого-то блогера, там есть какой-то пост, и вы оставляете вдумчивые цепки, комменты под постами, где есть целевая аудитория. Например, вот эта картинка справа, и вы оставляете вот такой комментарий. Или картинка в серединке, да, что-то с юмором. Это всегда привлекает, и вы хотите узнать, что это за человек, да, прикольно, хотя бы посмотреть его профиль. Да, было такое, напишите, поставьте плюсик, кто вот прочел какой-то коммент у кого-то там, на кого вы подписаны, заинтересовался этим комментом, и пошел в профиль этому человеку узнать. Просто из любопытства. Есть плюсики. Спасибо. Да, у меня то же самое, я тоже так делаю. Когда какой-то научивый комментарий, какой-то интересный, то мне хочется узнать о человеке побольше. Потому что мы довольно много, да, времени проводим в соцсетях, и нам хочется найти единомышленников здесь тоже. Да, спасибо за ваши плюсики. Так что оставляйте комментарии, интересные, вдумчивые, и, возможно, на вас тоже будут подписываться. Похожие по складу ума люди. Дальше лайкинг. Ставим лайки потенциальной целевой аудитории. Это всегда приятно, хотя, конечно же, Инстаграм сделает это сейчас не так удобно. То есть раньше это было в серединке. Нет, не в серединке, нижняя четвертая кнопка, получается, была раньше, где мы видели лайки. Сейчас это нужно заходить в главную, и там вот сверху только, где сердечко. Это, кстати, скриншот тех людей, которые поставили лайки. Всегда приятно, и тоже хочется зайти на их страницу и посмотреть, кто это, кто меня там лайкает. Ну, в общем, вот это наша цель, чтобы завлечь на наш аккаунт. У меня пришел блогер на подписку, оказалось, что она подруга моей заловки. Здорово, Кульшаш. Так, так, ставим лайки, ставим комменты, подписываемся. Вот. Это скриншот тех, кто на меня подписался вот здесь и вот здесь. Здесь сразу Инстаграм предлагает подписаться на них в ответку. Комментарии здесь видны тоже, ну, и подписки тоже здесь видны. И когда на вас кто-то подписывается, вам тоже становится интересно, кто это, вы можете зайти к ним и тоже в ответ подписаться, да, если вас интересует. Когда вы к кому-то подписываетесь, если это ваша целевая аудитория, вы с целью подписываетесь на них, чтобы они подписались на вас, вы можете также обратить на себя внимание, если вы сделаете несколько лайков или поставите несколько комментариев. Вот. То есть это все методы бесплатного продвижения, да. Дальше. У нас есть вот такой чат активности, который вообще начинался в WhatsApp. Я была участницей, когда только вступила в Атом. Нас было, ну, немного, человек 50. Потом меня не совсем устроили правила, которые там были. Я решила создать свой чат, и сейчас он разросся, 629 человек, и вы видите, что я в этом чате не активна сейчас, как тогда. Видите, у меня 171 неприучительных сообщений. То есть есть ежедневно. Девочки молодцы, все, кто участвует в этом лайк-чате. Зачем он нужен? Это чтобы шли лайки, да. То есть чем больше лайков, тем больше вероятность, что мы пойдем в рекомендованное. Потому что Инстаграм рекомендует то, что лайкают люди, на что ставят комменты. Тогда это становится для Инстаграма интересно. Дальше он это рекомендует. Поэтому обязательно пользуйтесь лайк-чатом, если вы еще не набираете, скажем, 300 лайков за свой пост. Если нет, работаем в этом чате. Я это называю именно работой. Есть правила в этом чате. Если у вас нет ссылки, спросите у спонсора. Я думаю, что у всех спонсоров есть ссылка на этот чат. Нужная вещь, то только лайки. Тут нет комментариев. Мы пробовали делать чат для комментариев, но это не работает почему-то, не так активно. А, лайки и сохранение. Мы здесь ставим лайки и сохранение. Так, следующий. Взаимный пиар. Вы можете тоже предложить кому-то, у кого похожая целевая аудитория, вы хотите просто поменяться аудиторией. Вот это называется win-win, когда и вам хорошо, и этому человеку хорошо, вы ни за что не платите. Ну, либо вы можете обвиняться продукцией, скажем, или сервисом. Например, девушка делает стрижки, а вы потом можете пойти на стрижку к ней, она может у вас что-то приобрести, и потом на сторис про ваш, вы и сторис про нее. То есть, что такое win-win? Это когда то, что вы хотите, совпадает с тем, что хотят другие люди. В таком случае все выиграют. Ну, подумайте, поищите. Всегда будьте в поиске людей с аудиторией, которая ваша целевая является. Далее. Геотеги. Ну, я думаю, что здесь вопросов нет. Всегда, когда вы делаете пост, старайтесь отметить, делать отметку. Потому что, ну, вдруг с работой, да, вдруг какой-то человек придется именно к вам с геотегой. То есть, в какой-то ресторан вы пошли, в какой-то городе вы находитесь. Ну, как бы Инстаграм сам предлагает вам геотеги, когда вы делаете какой-то пост. И можно там вставить не только свой город, можно вообще любую точку мира отмечать. Так, Reels. Ну, давайте поговорим подробнее. Случайно увидела Reels, вот, фото у Риты. И поставила здесь фото. Ну, для наглядности. Эти все фотографии для наглядности. Так, сейчас Reels это самый рабочий способ, потому что он, ну, да, его Инстаграм активно продвигает. Хочет, как бы, сделать конкуренцию ТикТоку. И для этого он делает все возможное, чтобы как можно больше людей именно в Reels загружали. И это очень хорошая бизнес-возможность, как бы бесплатное продвижение. Вы там увидите у Александра Кейн, да, у Риты, еще у многих партнеров активно сейчас Reels. Можно увидеть. Для них есть специальная вкладка, если вы зайдете в профиль, то есть вкладка Reels. А я же мало пришла, не смогла найти в своем Инстаграме Reels. А вот у них вот внизу, в центре, вот здесь вот такой значочек. Видео, как видео-значок, да, с треугольником. Посмотрите, должны быть уже у всех, я так думаю, да. Потому что какое-то время, да, когда только появлялось у кого-то, только какие-то аккаунты могли делать Reels, а сейчас я думаю, что у всех уже есть. Так. Ваше видео будет показано всем, кому потенциально они могут быть интересны. Да, когда вы пролистываете Reels, они не все там супер... Извиняюсь. Они не все там от топ-только блогеров. Они совершенно обычные люди делают эти Reels, и Инстаграм их рекомендует. Да, вы можете просто пролистать Reels, и то, что вам рекомендует, можно сделать что-то похожее примерно, чтобы знать, что Инстаграм рекомендует. То есть дублицировать то, что вам показывают. Почему бы нет? Там получается, если какой-то... Есть сразу аудиодорожка, есть сразу и какой-то эффект, да, маска. Вы просто можете взять эту аудиодорожку и сделать то же самое. Это такой же ролик. Не обязательно снять студию, но для Reels очень хорошо, если сделано качественно, красиво. То есть свет, картинка, все это, конечно, учитываю. И полезные, красивые видео становятся вирусными и приносят новых подписчиков. Да, почему бы нет? Пользуйтесь Reels, записывайте, ищите, если нет, спросите, да, чтобы вам кто-то показал, рассказал. Учитесь. Да, мы все были свидетелями, как Reels вообще появились. Никто... Ну, так интуитивно просто нажимаешь на все подряд, и так у тебя получается Reels. Можно, кстати, видео из ТикТока закачать и поставить сюда. Можно сделать ролик в иншоте, как мы раньше делали, да, и тоже поставить сюда. Просто делать так, чтобы этот ролик был одну минуту. Музыку можно здесь подобрать, можно подобрать эффект, какую-то маску поставить. Вот. Ну, просто, да, веселитесь, получайте удовольствие от Reels, смотрите на другие, как делают, и дублицируйте. В общем, много, очень креативно, можно очень много что придумать здесь. Ну, выходите в прямые эфиры, потому что они, к моему удивлению, также попадают в рекомендованные. Вот то, что я вам показывала на первой картинке, туда тоже может войти прямой эфир. А также эфиры утепляют вашу аудиторию. То есть вас человек видит не только на фотографии или на ролике, а вот так вот в эфире уже как будто у нас такое уже мышление поменялось, мы уже не чувствуем, да, какой-то границы. Когда мы в эфире сидим, нам кажется, что мы вот лицом к лицу сидим с человеком и узнаем его. Никак с прямым эфирем не подружится. Рита, очень зря. Думаю, что у нас в Атоме такие красотки, столько всего знают, столько всего могут интересного рассказать на прямых эфирах. Просто выберите тему, день, сделайте вот здесь, мне понравился фон, красивый очень, лучше не слишком близко, лучше подальше. Но если вы дальше, то учитывайте, да, что вас будет плохо слышно, возможно, поставьте микрофон. Кстати, когда мы с Владимиром проводим эфир, меня хуже слышно, поэтому я так поняла, что когда мы проводим с Владимиром эфир, мне обязательно нужно микрофон куда-нибудь крепить на себя. Плохо слышно меня. Ну, по сравнению с Владимиром, у него голос громче. Вот, то есть продумать все эти моменты заранее и выходить в эфир. Это очень классно. И я помню, после каждого эфира, когда мы начинали, у нас шла регистрация, приходила анкета. То есть вот так вот люди, они очень же недоверчиво относятся, а вот так вы утепляетесь, больше рассказываете про себя, про компанию, про продукцию, и вам веришь, и уже не так страшно. Вам написать и что-то заказать. Дальше вот такой слайд я увидела, когда в Google написала Instagram эфир, что можно делать вот такой эфир на 4 человека. Прикольно? Я думаю, что это очень круто, если вы сделаете вот такое. Я даже сама не видела. Кто видел, напишите плюсик уже, можно кто-то делал такой эфир. Или это будет только, или это уже есть. Вот просто я увидела фото и была впечатлена. А то, что впечатляет, это всегда очень популярно и круто. Будет работать на вас. Видела, да, Жене? Спасибо. Я вот не видела. Но сделайте, значит, обязательно. Я думаю, из-за тамянцев просто я не видела, что кто-то такое делает. Это называется комната, да? Комната открывается, и кто хочет, заходит. Думаю, что максимально 4 человека могут принять участие, но это выглядит впечатляюще. Зарина тоже видела. Давайте. Можете со мной сделать. Кто хочет, приглашайте. Я не против. Можем сделать. И вот так человек зайдет в первый раз, когда что-то он видит, он впечатляется. Это для него. И он остается на всем эфире вообще посмотреть, узнать, что такое происходит. Для себя что-то новое вывести, да? А, в Инстаграме, оказывается, вот так можно. То есть интересно. Трафик из других соцсетей. Да, если у вас есть еще другие соцсети, обязательно там, в профиле, напишите, что у вас есть Инстаграм, есть у вас ВКонтакте, да? Напишите свой WhatsApp там. Это как у меня в профиле указан, ну, в топ-линке мой WhatsApp, а также в профиле прям написан мой название нашего YouTube-канала. То есть это для чего я делаю, чтобы человек туда тоже подписался, ну, хотя бы зашел, посмотрел. А также вы делаете на своем YouTube-канале ссылку на Инстаграм-канал обязательно, да? Чтобы везде были ваши контакты. Человек знает, что вы там есть, и тут есть, и так далее. Ну, в Атоме хорошо быть везде. Никогда не знаешь, с какой соцсети вам придет регистрация. И тут такую интересную картинку я увидела, что в Казахстане у нас Pinterest как бы самый популярный является. Я вообще не пользуюсь Pinterest, и знаю мало, кто пользуется, но вот такая картинка. Во всем мире популярен Facebook, да? Вот смотрите, какой отрыв от всех. Даже вот когда мы разговариваем с партнерами, да, из западных стран, они говорят, да, что с Инстаграмом мы особо не пользуемся, мы работаем через Facebook в основном, и там находим себе подписчиков регистрации. И да, в Facebook у меня было отдельное видео о продвижении, бесплатном продвижении платным в Facebook. Если интересно, могу скинуть ссылку. Далее Pinterest не так. Ну, а то есть дальше вторая, да? Twitter тоже очень популярен. Я думаю, тоже и в Казахстане оказывается популярен. Я никогда не пользовалась, но, возможно, вам интересно, да? Там просто сообщение. YouTube дальше идет. И у нас в Казахстане второй, на втором месте YouTube. Я согласна, я очень активно пользуюсь YouTube. Это Reddit, да? Тоже не очень хорошо. Узнаю, что это. Давайте вот здесь посмотрим. После YouTube идет ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram. Ну, для меня Instagram на первом месте, потом YouTube, потом Facebook. Вот это я не знаю, что такое. Ну, то есть, да, если вы владеете временем, то хорошо бы быть везде и везде, дать знать, что вы есть еще где-то. Так, ну, давайте в чате напишите, пожалуйста, что кроме Instagram вы ведете. Какую соцсеть? Можно не писать мессенджеры, да? Я думаю, что WhatsApp здесь. Ну, в WhatsApp тоже есть, кстати, возможность делать что-то типа stories. Там выкладывать про Атомию или про себя. TikTok, да, точно, да, TikTok есть. Статусы WhatsApp, Facebook. Советуют вести канал в Телеграме, да. Вот Александра Ким, да, у нас ведет канал в Инстаграме. Мессенджеры, Facebook. Facebook. Одноклассники, да, окей. А, Пинтерест-вязание. Все-таки есть кто в Пинтересте. Да, я где-то тоже видела, что советуют вести канал в Телеграме. Дальше. Проводите, это что? Конкурсы, марафоны и челленджи. Как вы знаете, сейчас я провожу челлендж новогодний. 12 человек. Случайным образом отобрала и предложила им участие. Что, какой результат? У меня лично 100 человек добавилось. Потому что, да, я пишу, что подписка на меня обязательно и на этого человека, кого я у себя, о котором говорю. И так вот мы уже разыграли 4 подарка. И осталось вот сколько дней до Нового года, столько осталось подарков. Проводите конкурсы, марафоны, челленджи. Это всегда очень хорошо сказывается на вашей страничке. Во время своего конкурса вы можете что-то рассказать про подарок свой, да? То есть в необычном образом рассказать про продукцию. Так-то человек, наверное, вряд ли будет, да? Вряд ли прочитает пост, если это просто там фотопродукции и описание. А так, если вы это сделаете в розыске, уже интересно, уже хочется узнать, что там, какие условия. А пока, чтобы прочитать условия, нужно узнать, что это за продукт. В общем, играйте с этими конкурсами, да, активностями для своих подписчиков. Радуйте их, удивляйте. Тогда они всегда будут с вами. Классно, мило, спасибо большое. 200 человек прошло. Ну, да, теперь задача их удержать. Кстати, кто хочет поучаствовать в этом челлендже, то есть в этом нашем, как это назвать, даже конкурсе розыгрыша, то вы можете подавать заявки. Но здесь условия, да, либо быть от мастера продаж и выше, либо, если вы еще не мастер, но у вас красиво оформлена, упакована страница, вы делаете классный контент. То есть это такая страничка, на которую захочется подписаться. Почему бы нет? Пишите в личку. Спасибо, девочки. Ну, что-то, да, что-то необычное, да. Почему? Я тоже этот конкурс увидела, на самом деле, у блогера одного, на которого я подписана, американки. 12, у нее то же самое было, 12 дней до Рождества. Вот как раз сегодня она закончила. А у меня 12 дней на Новый год. То есть что такого, что раньше не было, что-то интересное, необычное. Тоже, если вы будете следовать этому же правилу, то у вас всегда все ваши идеи будут хорошо залетать на вашу аудиторию. Так, отметки в сторис и в постах. Да, я делала сторис про Мэй Маск. Мэй Маск — это мать Илона Маска. Она модель, как бы на пенсии, да, в таком зрелом возрасте, она модель. Я просто в сторис ее отметила, написала, что она крутая, на русском еще написала. Смотрю, она мой сторис у себя опубликовала. Я была просто в шоке, прыгала от радости. Ну, конечно же, там не пришло миллион подписчиков от этого. Но просто было приятно. Но, возможно, кто-то увидит вас в сторис у блогера, у какой-то селебрити и подпишется на вас. Почему бы нет? Возможно. Все. Да, интересно, я познакомилась и подписала с девочками. Спасибо, Бульбашин. Атоми, да, отмечайте в сторис и в постах Атоми.ру, Атоми Кизы, Атоми Кыргызстан. Они, на самом деле, в поиске хорошего контента, интересного. Если вы там в Турции, да, отмечайте Атоми Турции. Ну, как бы в каждом филиале есть свой Инстаграм, и они в поисках хорошего контента, который можно репостнуть. Для чего? Потому что им нужно показывать, что Атоми Кыргызстан активны, они работают, им нравятся продукции, они получают заказы, подарки. Это все очень хорошо работает. Плюс, возможно, человек подписался на официальный аккаунт и ищет себе спонсора. Почему бы не вас? Увидел и победил. Дальше. Отмечайте спонсоров, да, отмечайте партнеров. Как бы всегда, да, используйтесь на этим нашим собачкой, вот этой отметкой, чтобы большее количество людей узнало о вас. Анталия пишет, пока не знает, как провести самый конкурс. Да, идей очень много. Просто смотрите. Идеи просто берите с Инстаграма, да. Подписывайтесь на людей, которые проводят такие конкурсы. Берите там тексты. Я так и делаю, я не парюсь. Я просто беру идею какую-то, которая подходит в Атоме, и чуть-чуть изменяю текст, и делаю уже похожее что-то. Вот как было с этим конкурсом, да? В одной сторис много отметок делаешь, Мика? Нет. Только, я знаю, ну, случаи бывают, когда мне приходится много людей отмечать, когда мы встречаемся в большой команде, и там записываю видео, и там вот сидишь прям, несколько минут отмечаешь всех. А так, нет, я не многих отмечаю. Но вы можете отмечать любое количество людей, прятать свои отметки. Да, мысли про конкурс есть. Да, ко мне тоже пришел партнер после розыгрыша подарков. Да, подарки. То есть это, о чем говорит, когда вы проводите конкурсы, то, что вы заботитесь о своих подписчиках, да? То есть это когда человек чувствует, что о нем заботятся, он хочет остаться у вас. И проводите эти конкурсы, да? Ну, с любой периодичностью, главное проводить. Это такая вот приятность для вас, для ваших людей, кто подписан. Я думаю, что они будут благодарны. Потому что конкуренция есть, люди проводят всякие конкурсы, акции, розыгрыши. То есть они пойдут туда, где им интересно, комфортно, где они что-то могут получить. Это всегда приятно. Что-то выигрывать, это классно. Дальше. Отмечайте друзей и знакомых. Отмечайте аккаунты, кафе, кино, продукции, какой-то сервис. Вы пошли делать ногти, да? Запишите сторис, как вы делаете ногти. Потому что любой бизнес, он тоже развивается через сторис. Он понимает, что сторис нужны. Нужны, особенно от клиентов, когда, потому что это показывает, что, ну, разное, да, восприятие, когда вы видите сторис, и в нем не только человек сам записывает контент, но еще и показывает, что его клиент, у него есть клиенты, что им нравится продукт. В общем, такое тоже получается win-win, да? Это кросс-маркетинг. Вы кого-то рекомендуете, они вас взяли в сторис. Кто-то вас может увидеть и понравится ваш аккаунт. Постоянно быть в поиске, отмечать всех. Далее. Утепляемся. Сторис. Не забывай, да? То есть я сведу сторис ежедневно уже в течение трех лет существования моего аккаунта без... Не было одного дня, когда не было сторис. Возможно, был один, когда там поблизнеет. А так ежедневно все это время были. Потому что это важно. Дальше. Вопросы задавайте, да? Я вот на дальнейшем видела викторины проводятся. Это тоже интересно, когда вы проводите викторину, человек нажимает, это Инстаграм показывает, что вы делаете интересные сторис, да? Вас можно рекомендовать. Какие-то там вопросы задавайте. Ну, как бы играйте с аудиторией через сторис тоже. Какие-то с юмором картинки ставьте. Более смешные, чем эта картинка, которую я нашла в торопях. Вот. Игерин Кузимбаева делает очень много юмора. Очень интересно, да? Потому что не обязательно все только полезное, все только про продукцию должно быть в ваших сторис и постах. Почему бы и там ни юмор, ни мотивация, да? Я, кстати, могу и мотивацию сюда добавить. Тоже классно, потому что мы с вами работаем с людьми, которые работают на самомотивации, да? То есть у нас нет начальника. Мы сами себя мотивируем. Когда идут посты про мотивацию, которые сейчас, кстати, Таллия Ким делает часто, это много лайков идет, потому что людям откликается. Ну, да, юмор. Делайте видео с юмором посты. Это все всегда приветствуется, потому что люди хотят расслабиться, когда они в соцсетях. Посты про себя не забывайте, не только про продукцию, потому что я вижу, да, что многие стесняются, говорят, и мы пока не готовы, но пока вы не готовы, люди уходят к тем, кто готов. Они хотят больше узнать о вас, а не только про продукцию. Кому вообще они подписались, кому они придут в команду, это зависит от того, насколько вы себя раскроете, покажете, кто вы, какой у вас характер, какие у вас хобби, какая у вас семья, предпочтения, куда вы ездите. Это все, если вы будете показывать, не стесняться, обязательно будет обратная связь, ну, в виде конверсии, да. Stories тоже. Stories любят динамику, когда вы показываете, что вы едете, что вы там приехали, там в отпуск куда-то что-то показываете, красивая еда, танцы, в общем, все, что интересно у вас происходит в жизни. Если ничего нет интересного, то создавать такие интересные вещи, события своей жизни. Хорошие фотографии, да, мы хотим качественную аудиторию, для этого мы делаем качественный контент. И полезности, да, тоже. То есть свой контент, нужно его обокачать разным, не делать всегда одно и то же. вот такие советы по утеплению, да. То есть мы работаем с холодными контактами, когда вы делаете все это, вы уже становитесь для этих холодных контактов, вы уже более теплее, они вас уже знают, они могут, если увидят вас там в супермаркете, они подойдут, скажут, вот, мы на вас подписаны. Вы делаете классный контент. Или я выиграла у вас подарок. Приятно, да. Дальше. Ну и в конце поговорим про воронку вообще, как это работает в соцсетях. Вот есть воронка продаж сайтов. То есть там сначала идет количество посетителей. Да, мы всегда делаем так, да, делаем рекламу, делаем интересный контент. Для чего? Для того, чтобы охват увеличился. Было большое количество. И из-за этого количества уже сужается аудитория. То есть не все пройдут в следующий этап. Протившиеся в компанию потенциальные клиенты все уже обращаются. Выразившие намерение купить. Уже потом только что-то покупают, да. То есть им нужно пройти через эти этапы. Не сразу человек будет у вас что-то покупать. Обсуждение стоимости товара и условий покупки, покупатель, заплативший деньги за товар. То есть это цель, да, наша. Вообще, для чего мы ведем Инстаграм. Чтобы купили, чтобы зарегистрировались. Но для этого нам нужно пройти вот эти этапы. Что касается соцсетей, вот такую картинку я нашла. Из охвата сужается аудитория, которая привлекается на ваш контент, вовлекается. И дальше идет конверсия. Это уже результаты вашей работы в виде регистрации и покупок. И, что немаловажно, удержание аудитории, чтобы она, даже если ушла, все равно вернулась к вам. То есть это все, о чем мы говорили, вот в такую вот воронку тоже можно охватить. Это работает во всех соцсетях, поэтому все, что вы делаете в соцсетях, конечно же, не сразу приносит результат. И это очень сложно, да, бывает, особенно в начале. Но чем дальше вы идете, не опускайте руки, продолжайте. Сам Инстаграм вас будет рекомендовать. Да, и любая соцсеть, она любит регулярность. Так, сейчас я смотрю, что у меня там еще есть. Все, да? Вот и все, да. Ну что ж, если кто-то хочет сказать, поделиться, дополнить, можете поднять руку. Я буду очень рада. Если есть какие-то вопросы, тоже пишите, если какие-то моменты, о которых я не успела рассказать, но вас интересуют, тоже пишите. Давайте я пока остановлю записи.